Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет болтологическое видео. Если вам, конечно же, нравится такого рода видео у меня, тогда я вас приглашаю к просмотру. Сегодня я задену тему, наверное, наболевшую тему, та, которую я уже озвучивала в своем инстаграм. Это тема моего опыта последнего похода на чистку лица. Ну что, готовы к страстям? Тогда начнем. Берем что-то вкусненькое, полезненькое. Ну, либо, как я всегда делаю, когда снимаю болтологические, точнее, когда смотрю болтологические видео, я там занимаюсь либо ноготочками, либо готовлю кушать, так что, девчонки, начнем. Надеюсь, я по-быстрому вам все расскажу, информативно и не очень долго за ему времени. Начну с того, что на момент, когда я собралась идти на чистку, это была моя, точнее, даже уже, наверное, повторная чистка лица осенью, да, То есть просто у меня на лице было на самом деле небольшое количество, вот, к примеру, с этой стороны у меня было небольшое количество черных точек, да, вот, которые нужно было убрать только при помощи механических, либо ультразвуковой части, знаете, такой вот, такая лопаточка, которая просто прочищает, да, вот, поры. Пазухи носа, немножко на лбу, вот, в этой зоне у меня были черные точки, и на каждой пощечке у меня было по подкожнику, который я, по крайней мере, ощущала руками, да. И мне позвонили салоны красоты, в которые я хожу, точнее, всегда ходила на чистку, мне позвонили, сказали, как бы, Ир, приходи, к Новому году надо перышки почистить. Я такая говорю, как бы, ну, 27, это, кстати, было 27 декабря, я просто сказала, как бы, ну, если я пойду 27 декабря, как бы, не буду, или я, там, каким-то папуасом 31 декабря, пусть даже мы справляем Новый год дома, но, как бы, должна же выглядеть хорошо в новогоднюю ночь, аж девочка. На что мне сказали, Ир, как бы, ну, придешь, посмотрим, как бы, за, ты же сама знаешь, 30 числа у тебя уже все будет хорошо, за 3 дня все заживает, то есть, как бы, шелушинки все уйдут, все будет замечательно, то есть, максимум, там, все такие, знаете, как бы, все рамки, которые, они в течение 3 дней заживают, а вот отек какой-то, да, который отекаешь, она тоже очень быстро проходит. Ну, я, знаете, такая, думаю, ну, ладно, то есть, как бы, была не была, гуляем, да, барыня, и я пошла на чистку лица, то есть, я пришла на чистку, я легла к косметологу на кушетку, она посмотрела, она мне сказала, ну, да, у тебя, как бы, тут совсем чуть-чуть, так что мы тебя быстренько почистим. Я не могу сказать, то, что плохой косметолог, она какая-то ужасная, либо салон какой-то нехороший, какая-то антиреклама салона, я не хочу этого ничего делать, сразу же говорю, просто это вот, мое такое, знаете, вот, мнение, мое состояние, мое душевное состояние, мое физическое состояние после того, что со мной было. И она мне сказала, что мы сейчас сделаем, вначале вот эти черные точки мы уберем вот этим вот ультразвуковым аппаратом, который, знаете, так делать, и проходит такая лопаточка, да, и я просто ручками там почищу вот эти твои там какие-то постподкожники, да, которые у тебя там на пощечке находятся. Я сказала, окей, хорошо. Вроде бы, девочки, и лицо она мне очистила, да, там вроде бы, да, просто вообще у меня вот последние годы, когда я сделаю чистку в нашем городе, они отличаются кардинально от тех чисток, которые делала раньше я в других салонах. То есть они кардинально отличаются. И составляющие процедуры во время чистки, они тоже сильно отличаются. Сейчас я вам даже все подробно расскажу. В этой чистке что мне сделали? То есть как бы мне это все вот так как бы обработали, да, грубо говоря, там мне помыли, я не помню, гелем каким-то, да, помыли, и прошлись ультразвуковой вот этой вот штучкой, лопаточкой, и прошли механически по коже. Потом мне нанесли какую-то успокаивающую маску, которая антибактериальная вроде либо, и все. То есть мне потом протерли лицо тоником, по-моему, чем-то таким, и все. Все, что было в этот раз у меня. Я не скажу, что у меня там, может быть, вы скажете, ты застудила вот эти вот высыпания открытые, когда ты дошла до дома. На удивление, в этот вечер, я ходила вечером, погода была достаточно хорошая. И я очень быстро добежала до дома, и даже, знаете, от меня очень рядом находится салон, то есть как бы в моем квартале он находится, и буквально через дорогу от меня находится этот салон красоты. То есть я очень быстро пришла домой, все, что мне говорил косметолог, я это все сделала. То есть не умывать проводниковой водой, водопроводниковая, да, которая у нас находится. То есть там в трубах содержатся эти бактерии, как бы если ты умоешься этой водой, к примеру, вечером, тогда протри лицо хлоргексидином. Мне всегда об этом говорит косметолог. Ну, как себя вести после чистки лица, благо с 18 лет я это делаю, так как у меня проблемная чувствительная кожа, я это все знаю. И на следующий день, то есть еще вечером, у меня лицо, знаете, я пришла домой, мне так можно, я посмотрела, мы с ним сидели, пили чай. Он так на меня смотрит, говорит, мне сейчас напоминаешь, только, знаешь, краснокожего человека. У тебя, говорит, лицо так раздутое чуть-чуть, ты вся красная, глаза уставшие, говорит, ну, может быть завтра, говорит, утром у тебя уже все будет хорошо. Я посмеялась, говорю, ну, милая, как бы, ну, вот, ну, после чистки пришла. Ну, я уже тогда ощущала, что места, где мне давили, где вот очищали, даже там, где у меня не было подкожников, да, каких-то вот высыпаний на тот момент, когда я пришла, мне было больно почему-то трогать кожу. То есть я не могла дотронуться, я ощущала, как у меня, как сказать, воспаление под кожей шло, оно такое, припухлость какая-то была, да, такая, отек какой-то, бонючий, так скажем. Не просто, когда там тебе убирают, простите, девочки, за подробности, и мальчики, кто смотрит, когда тебе убирают прыщик, да, вот этот вот подкожник, либо еще что-то, ты просто видишь ранку, но дотрагиваясь, ты не чувствуешь боли. То есть там тебе все убрали, все чисто, все хорошо, просто ранка, и тебе как бы только вот эта сама ранка у тебя, а внутри у тебя все чисто, все хорошо. Здесь же я все эти ранки, я даже возле ранки дотронуться не могла, была вот эта вот припухлость и вот это вот болючее ощущение. На следующий день утром проснулась, подхожу к зеркалу и думаю, ну вот сейчас я буду красавицей, уход у меня, простите, вы сами знаете какой, то есть я пользуюсь аптечной косметикой, уриаж, авен, да, и крема у меня такого же рода, и как бы с моим опытом я как бы, как бы чем я не наношу на лицо. Я смотрела на себя в зеркало, девочки, и я рыдала, потому что у меня было лицо похоже на какого-то, знаете, простите меня все азиатские страны сейчас, если вы меня посмотрите, либо девушки с азиатской внешностью, я была похожа, я не знаю, на монгола, на корейца, у меня было огромное, широкое, раздутое, красное лицо, вот с этими вот гнойными какими-то воспалениями, которые, знаете, у меня, допустим, все вот эти черные точки, у меня просто вот, где нос, у меня это все настолько раздулось, у меня, мне казалось, у меня нос был широкий, как картошка на все лицо, у меня все места, у меня даже, допустим, к примеру, возле уха у меня была какая-то шишечка непонятная, которая, знаете, вот просто все какое-то, знаете, фу-фу-фу, я смотрела на себя, я понимала то, что я не пойду, не буду звонить косметологу и говорить, у меня тут что-то случилось, как бы давай ты мне еще что-то там подубираешь, потому что, девочки, простите, когда у тебя после чистки какой-то один прыщик, чуть-чуть ты чувствуешь, что как бы чуть-чуть не доубирали, это одна тема, а когда у тебя там, где даже не было высыпаний, и тебе там прошли, почистили что-то, и у тебя оно все текло, пухло, я даже звонить не стала, даже ничего говорить не стала, вначале мне было желание позвонить и сказать, что такое, что с моим лицом, что это за реакция такая, но я не стала это ничего делать, я просто для себя сделала выводы, и в этот вечер как раз мы с косметологом разговаривали в плане того, как делаю чистки лица, что будет, если сделать неправильную чистку, то есть как бы, ну, такие, да, у нас с ней, я с ней разговаривала, я хотела, кстати, девочки, снять эту чистку, но косметолог отказалась, чтобы я снимала это, ну, не суть, хочу сказать, девочки, в моем арсенале появились в уходе, когда вот мне нужно было это все убирать, у меня появилось такое средство, как перекись водорода, вы представляете, что это такое, то есть у меня настолько вот эти вот гнойники были, у меня был момент, когда я пошла умываться, по-моему, уже вечером, то есть я не трогала свое лицо и думала, ну, как бы, я взяла, по-моему, у меня называется клинзит, да, вот, я показывала в инстаграме, я купила такой гельчик прозрачный, я просто нанесла точно на эти высыпания, думаю, ну, если есть какие-то бактерии, он должен убрать, вечером я подошла, в общем, к зеркалу, это уже было, ну, прошли уже сутки, я подхожу к зеркалу, начинаю омываться, и у меня на щеке, по-моему, с этой стороны было, с этой стороны, у меня было такое, знаете, как бы вот опухшее, да, такое прям опухшее, тут такая шишечка такая, я такая, знаете, ну, это шаловливые руки, и я просто, я сделала вот так, у девочки, я просто вот так надавила, оттуда столько гноя полезло, у меня в детстве было такое, знаете, я, у меня было заболевание в детстве, точнее, ну, такая, знаете, как это называют врачи, да, то есть, у меня был фрункулез, то есть, я знаю, что такое образование гнойное, да, то есть, и я надавливаю, у меня столько гноя туда ватекёт, у меня муж заходит в ванную, и он так на меня смотрит, такой, это что, это гной, и, а он у меня такой, знаете, человек с закалкой, у него, то есть, как бы существует несколько таблеток, это такая активированный уголь, перекись водорода, там вот, ну, такие вещи, и он мне приносит перекись водорода, даёт мне ватный тампон, подкладывает, и начинает просто перекись водорода промывать этот гной, чтобы это всё выходило, естественно, там всё, вот, простите за все подробности, у меня там всё это, конечно же, пенится, бурлит, я это всё потихонечку убрала, перекисью обработала, у меня муж-то вблизи посмотрел на моё лицо и говорит, дорогая, у тебя их тут штук шесть таких, поэтому у тебя такой отёк на лице идёт, и он не сходит, и вот эта вот краснота, я могу, девочки, сказать одно, фотографии, конечно же, я вам покажу, которые у меня после 8 дней, после того, когда я там активно обрабатываю, перекисью и мирамистином протираю хлоргексидином лицо, и уход, естественно, у меня такой невысушивающий, а просто, знаете, такой, как бы антибактериальный, я вам фотографии, конечно же, оставлю, покажу. Ну, что же вам могу сказать до этого, как я уже говорила в начале видео о том, что у меня опыт с 18 лет делать чистки, скажу вам честно, первый раз, когда я пришла на чистку, я думала, что это будет, знаете, вот в свои 18 лет, когда я пришла первый раз на чистку, я думала, что это будет, знаете, она мне там быстренько что-то там поделает, минут 20-15 будет, девочки, я была у косметолога на чистке полтора часа, я к ней пришла, она мне такой, я не знаю, как это называется, такой аппарат, который дул на меня таким, знаете, паром, вот мелкодисперсным, он не горячий, он был просто пар, несколько там минут, да, потом я помню, я ложилась, она мне это всё протирала, она шла, обрабатывала руки, мыла, потом она, знаете, как хирург, у неё такая вот была штучка, у косметолога моего, который вот раньше я ходила, да, она подошла, обработала все руки спиртом, одела перчатки, обработала перчатки спиртом, вы представьте, она ко мне подошла, протёрла лицо, она доставала все абсолютно препараты, ну, все инструменты она доставала из индивидуальной упаковки, и я её спросила, почему это новое или что, она мне тогда ещё сказала, у нас на каждую чистку, для каждого человека индивидуально предоставляются вот эти вот штучки, потом мы их просто куда-то там отправляем, вот их стерилизуют и там что-то ещё, что-то такое она, по-моему, сказала, или их выбрасывают, или что-то, ну, не суть. Вот, и тогда она мне поделала вот эту механическую чистку, я помню, ну, она кроптала тогда, вот, 18 лет надо мной, наверное, я не знаю, там, может, минут 30, может, ещё что-то, после этого она протирала мне каким-то лосьоном лицо, потом она брала, мне наносила очищающую маску, которую, это была просто какая-то очищающая маска на несколько минут, она её убирала, потом она мне делала альгинатную маску, я лежала, она её убирала, потом она брала, наносила тоже какое-то средство на руки, антибактериальные, как она мне говорила, с увлажняющим средством, тогда я не понимаю, я так предполагаю, это какой-то просто был матирующий крем, она мне делала массаж, и этот массаж был направлен для того, чтобы убрать именно отечность после именно чистки лица, и меня никогда не было, чтобы я была каким-то корейцем, была припухлась, но чтобы каких-то критичных ситуаций их не было, и она всегда, это всё промассажировала всё лицо, потом она брала просто обычный какой-то типа тальк-порошок наносила на лицо, брала дарсерваль, и проходила ещё все точки, которые вот у меня, да, она проходила, и знаете, как у врача, как у стоматолога, она так посмотрела на меня, я всегда выходила в холл, она мне такая говорила, так, вот сейчас, пожалуйста, ко мне 3 дня, походи, 3 или 4 дня, походи на именно процедуру дарсерваль, для того, чтобы у тебя не было пост вот этих вот акне, чтобы прошло, но это, извините, процедура дарсерваль, когда мне было 18 лет, она стоила, по-моему, 50 рублей один сеанс, то есть это мог абсолютно каждый человек прийти, просто даже поделать эту процедуру, а тут, знаете, я пришла, и этого нет, то есть ни массажа, ни какого-то чего, знаете, такого, у меня было такое ощущение, что я пришла к подружке, она мне что-то поубирала, так поделала, и после этого всего у меня это было, у меня никогда таких вот высыпаний, девочки, то, что у меня было после последней чистки лица у косметолога, я даже сама себе такое наколупать никогда не могла, вот реально вам говорю, когда даже вот девочки, у нас, у кого есть высыпания, мальчики, когда у нас появляется какой-то прыщик, ну, нельзя давить, ну, мы всё равно там стоим, ну, я быстренько, ну, я же обработаю, и у меня бывает такое-то, что я вижу какое-то что-то, я раз уберу, и у меня всегда, я знаю, что я это сделала, всегда обработаю, я это уберу, я чем-то это специально прижгу, либо цинковой мазью, либо болтушкой, либо сейчас у меня клинзице, да, я всегда знаю то, что я буду наносить, как я буду ухаживать, что у меня, у меня никогда не было такого, девочки, что у меня было после этого косметолога, я сейчас вот просто, я для чего это делаю видео, я ещё раз говорю, не для того, чтобы засадить этот салон, либо засадить этого мастера, Это просто мой опыт, это сложились так обстоятельства, я не знаю, что такое случилось, что надо мной было так. Но я сейчас для себя сделала вывод, что я уже не пойду туда, я не буду делать себе чистки, потому что даже мне на повторную прийти туда и сказать, что у меня с лицом, я не пошла. Потому что, девочки, вот сегодня уже середина января, и я более-менее сейчас только вычухиваюсь, у меня припухлость лица уходит. Я не могла даже видео снимать для вас, потому что, ну простите, в таком виде я показаться вам просто не могла. Я даже вот, по-моему, я уже сняла фавориты и разочарования свои, хочу сказать, у меня там даже еще присутствует небольшая припухлость. Но это, знаете, это вот, это прям больная тема для меня. И сейчас я для себя пришла к выводу, что когда я пойду в очередной раз в салон начистку, в какой-либо салон, то есть я не просто буду заходить, как я всегда спрашиваю, у вас есть образование и какими препаратами, чем вы пользуетесь. Я сейчас буду уже просто досконально смотреть, вплоть до какими инструментами будут это делать, и спрашивать полностью пресс-курант, что будет присутствовать во время чистки. Да, шинок? Так что вот так вот, девочки. Не повторяйте моих ошибок и будьте внимательны. И, конечно же, я желаю вам красоты. Девочки, простите, пришел сын, потребовал внимания. Ну так вот, на чем мы остановились. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы в следующее, когда вы пойдете на чистку, решитесь. Потому что на самом деле чистка лица – это процедура не из дешевых. И, простите, она не из приятных. Когда вам делают механическую чистку, то есть мастер вручную, да, вот косметолог вам вручную убирает всю эту каку, бягу с лица. Вы это знаете, кто делает чистки, что это не весьма приятно. И поэтому, прежде чем, мне кажется, пойти теперь уже к косметологу, я должна буду просто все проверить. И вас к этому призываю идти только к проверенным специалистам. Потому что я считала очень много, наверное, ситуаций. И всегда, знаете, как бы думала, ну как так человек на такое попадается? То есть ему там вносит какую-то инфекцию, у него там потом все воспаляется. Но я, вот представляете, по иронии судьбы наткнулась сама на это и наступила на эти грабли. Поэтому сейчас буду намного тщательней. Это, наверное, не то, чтобы я вам сейчас хотела это снять видео для того, чтобы вас чему-то научить, либо еще что-то. Наверное, я просто хотела с вами поделиться своими эмоциями. Пусть это не будут очень приятные эмоции, но мне хотелось с вами об этом поговорить. Потому что только вот сейчас я от этого... Только сейчас я от этого немножечко вычухалась. И вообще январь для нас начался очень тяжело. Ну, плюс еще мамины процедуры красоты сказались на этом. Ну вот, девочки, буду закругляться, потому что уже слишком много наболтала. Пишите свои, конечно, комментарии. Я с большим интересом почитаю ваше мнение по этому поводу. Может быть, вы мне что-то скажете, посоветуете. Какие-то, может быть, секреты, либо просто что-то скажете в поддержку или обругаете меня. Может быть, я в чем-то не права. Не забывайте подписываться на меня здесь, чтобы не пропустить новое видео. Так что не забывайте подписываться на меня в Инстаграм. Я вас всех люблю, целую. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока.